Сегодня в Астане завершается шестая встреча по Сирии. Ожидается подписание итогового документа по созданию зон деэкскалации. С самыми последними новостями Саби Байбусинов, он сейчас с нами на прямой связи. Саби, добрый день, тебе слово. Да, Салтанат, приветствую. Мы все в ожидании каких-либо новостей по шестому раунду переговоров. Совсем недавно к прессе выходил директор департамента Азии и Африки, министерства иностранных дел Казахстана Эдарбек Туматов. Он рассказал о том, что сейчас проходят консультации, двусторонние встречи продолжаются, итоговый результат которых будет, скорее всего, осуществлен на совместном пленарном заседании. Предварительно пленарное заседание намечено на 15.00 по времени Астаны. По информации Туматова, сейчас речь идет о создании всех четырех зон деэкскалации, в том числе в провинции Идлиб. Страны-гаранты настроены на то, чтобы произошел запуск всех зон безопасности. Об этом, кстати, вчера тоже и рассказывал спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. Я напомню, что на сегодняшний день на территории Арабской Республики созданы три зоны безопасности. К северу от города Хомс, в пригороде Дамаска, в районе Восточной Гуте, а также на границе Сирии и Иордании. Собственно, это все новости на данный момент. Я еще добавлю, что Хайрат Абдрахманов, министр иностранных дел, также провел в рамках астанинского переговора встречи с представителями стран-гарантов, а также со спецпредставителем ООН по Сирии Сафаном Демистур. И, собственно, его собеседники подчеркнули важность именно шестого раунда переговоров, ну и в целом астанинского процесса. Султанат. Такие новости на данный момент. Спасибо большое, Саби. Напомню, это был наш собственный корреспондент Саби Байбусинов. Мы будем держать вас в курсе.